Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Смотрите в выпуске. Тотальный контроль. Все резонансные темы на проверке региональной прокуратуры. Коллекторам стоп. Новая индексация соцвыплат и появление электронных медкнижек. Расскажем об изменениях февраля. Уравнение с неизвестным. Неотвратимость наказания спустя 26 лет. Десятки тысяч обращений, штрафы как меры реагирования, ликвидация свалок в прокуратуре области подвели итоги работы за прошлый год. На вопросы журналистов Дмитрий Каданев тоже ответил. И поблагодарил за работу, в том числе, нашу телекомпанию. Более 30 тысяч жалоб и заявлений поступило в органы прокуратуры за прошлый год. Более 7 тысяч человек приходили на личный прием. Такова статистика. Среди самых насущных проблем, в частности тех, с которыми обращаются люди и в средства массовой информации, уборка дорог, коммунальная авария и вывоз мусора. Всего, если говорить на территории субъекта, в 2023 году нами ликвидировано 137 несанкционированных свалок. Благодаря вмешательству прокуратуры в муниципалитетах оборудованы и приведены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства места накопления отходов, контейнерные площадки. Наибольшее нарекание вызывает, конечно, работа регионального оператора. По нашей инициативе в ноябре прошлого года проведена соответствующая проверка, по результатам которой региональный оператор привлечен к административной ответственности. По участию первой статьи 14.31 КУАП назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей. Средства массовой информации с прокуратурой работают во взаимодействии. Обращения людей к нам в редакцию тоже проверяют контролирующие органы. Уже взяты на контроль строительство мусорного полигона в Рязанском районе, сюжет о котором вышел в эфире нашего телеканала 29 января. Оценку соответствующим планам в связи с обращениями и повышенным общественным резонансом даем, проводим проверку, но опять же сегодня мы говорим только пока о планах. Безусловно, о результатах по окончании данной проверки надо понимать, что речь идет не о мусорном полигоне. Потому что это немножко вот, ну, озабоченность граждан тоже понятна, потому что проблем с экологией в Рязани хватает. Поэтому мы уже на стадии, скажем так, проектирования будем этот проект сопровождать. Особое внимание прокуроры в прошлом году обращали на соблюдение законодательства в сфере природы пользования, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Основной акцент при этом сделали на защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. В центре внимания находились вопросы противодействия коррупционным правонарушениям, соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе. Работа по контролю продолжится и далее, заверил Дмитрий Каданев. Прокурор Рязанской области Дмитрий Каданев на брифинге также рассказал о причинах пожара в больнице имени Семашко, произошедшего в 2021 году. Руководитель надзорного ведомства отметил, что после экспертизы следователи пришли к выводу, и прокуратура с этим согласилась, что пожар возник из-за скрытого дефекта в источнике бесперебойного питания медоборудования. Нарушений в действиях медперсонала следователи не нашли. Напомним, в реанимации Рязанской больницы имени Семашко в июне 2021 года произошел пожар. Погибли три пациента, еще один скончался спустя три дня. В отношении руководства, руководитель там, по-моему, у нас главный врач обвинялся, было принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с тем, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Последний зимний месяц ознаменуется для россиян рядом изменений. В феврале традиционно начинается индексация десятков социальных пособий и материнского капитала. А еще теперь исправлять ошибки в госреестре недвижимости Росреестр будет втрое быстрее. Срок по закону сокращается с трех месяцев до одного. О других изменениях расскажем далее. В феврале вступает в силу закон о деятельности коллекторов. Теперь за угрозу насилием, порчу имущества и клевету полагается уголовная ответственность. Коллекторам также ограничили возможность звонков. Докучать заемщикам по закону теперь можно только с 8 утра и до 10 вечера в будни, и с 9 утра и до 8 вечера в выходные дни. Само собой в соответствии с часовым поясом. При этом, прежде чем сообщить информацию касательно долга, коллектор должен представиться, назвать агентство, которое он представляет, и получить от собеседника подтверждение, что именно он является адресатом звонка. В конце зимы Социальный фонд России проиндексирует ряд выплат на 7,4%. Изменения коснутся в первую очередь пенсии для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, которые пользуются правом на федеральные льготы. Кроме того, соцфонд повысит сумму выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособия по беременности и родам, а также единовременную выплату при рождении или усыновлении ребенка. С начала февраля банки обяжут предупреждать клиентов об окончании срока вклада. Теперь по закону сообщать об этом нужно как минимум за пять дней. Это важно для клиентов с депозитами на несколько лет. Так, при заблаговременном оповещении вкладчик успеет принять решение по вкладу – продлит его или заберет средства со счета. Закон призван обезопасить клиентов от потерянной инфляции и уменьшить шансы банкиров воспользоваться нерасторопностью или забывчивостью гражданина. С 1 февраля всю медицинскую документацию переведут в электронный формат. Теперь перевод документов в цифровой формат обязателен для лечащих организаций. Что касается самих пациентов, делать ничего не нужно. Когда медучреждение перейдет на электронные медицинские карты, вам ее оформят автоматически. Напомним, что переход на электронную документацию в сфере здравоохранения начался еще в 2013 году. Поправки к закону о добровольческой пожарной охране вступают в силу уже с этого февраля. Они повышают эффективность системы пожарной безопасности в организациях и стимулирование развития волонтерской деятельности в России. В частности, закон определяет права, обязанности и требования к добровольным пожарным, которые участвуют в деятельности таких подразделений. Теперь организации смогут самостоятельно создавать такие волонтерские подразделения из числа своих работников. Начало февраля знаменуется рядом новшеств, которые связаны с недвижимостью. С точки зрения денег, особенно важно это для собственников квартир и комнат в аварийных домах. Теперь кадастровая оценка будет учитывать информацию о признании дома аварийным, а квартиры непригодны для проживания. Налог за них будет значительно ниже, чем за полноценное жилье. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Возле торгового центра «Премьер» до 3 февраля включительно. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорывица – все производителя! С 29 января по 3 февраля. ТЦ «Премьер». Полицейские задержали двоих иностранных граждан, приехавших в Рязань с целью наладить работу нелегального наркомагазина. У одного из участников этнической группы изъята партия героина и метадона массой более килограмма. Подробности далее. Маленьких свертков больше 200, больших упаковок – 4. Внутри – таинственное порошкообразное вещество. Экспертиза покажет, что суммарно здесь больше килограмма 100 граммов героина и 17 граммов метадона. С таким грузом оперативники ОНК задержали гостей из ближнего зарубежья. Уже в ходе допроса выяснили, что они пытались наладить в Рязани работу нелегального интернет-магазина. В ходе проводимой операции полицейские задержали 35-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Мужчина проживал в Московской области и являлся так называемым оператором сетевого наркомагазина. В его задачи входила координация деятельности курьеров-закладчиков сразу в нескольких регионах России. В наш город иностранец приехал, чтобы организовать здесь местный филиал криминальной структуры. В тот же день полицейские задержали еще одного закладчика. Он соотечественник этого оператора. Приехал из Тулы для личной с ним встречи, чтобы получить соответствующие указания. План был прост. Мигрант заселяется в съемную квартиру и занимается реализацией наркотиков. В отношении злоумышленников следователям Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. За совершение подобных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас злоумышленники заключены под стражу. Ведется следствие. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются. В Рязани завершено расследование уголовного дела 1997 года. Больше 20 лет назад житель Ивановской области насобирал аж три статьи Уголовного кодекса. Но расследование затянулось. Март 1997 года. В селе Аннино Михайловского района сотрудники милиции находят труп пожилой женщины. Из ее дома пропали деньги и ценные вещи. По горячим следам нашли двух подозреваемых – родственников, мужчину и женщину. Вину их доказать не смогли. Тогда, в 1997-м, уголовное дело отправили в архив. Пересмотрели его только в 23-м. Появились новые обстоятельства. Следователи заново допросили двух подозреваемых. За давностью лет наказания за хищение они не понесли. Насильственных действий не совершали. Тогда и выяснилось, что на самом деле преступников было трое. Преступление у них было спонтанным. То есть двое мужчин и женщины совершили эти преступления. Двое мужчин употребляли алкоголь. Ввиду определенного времени, 1997 год, март месяц, денежных средств не было. В ходе распития решили, ну, один у другого спрашивает, где можно что-то заработать или украсть. Ну, соответственно, тот, который не был привлечен к ответственности, говорит, знаю деревню, там же вот женщина престарелая, можно у них что-нибудь, ну, как говорится, поднаживиться. Первый дом вломились вместе. Пока мужчина с женщиной искали ценные вещи, их сообщник разбудил пожилую хозяйку дома. Стал требовать от нее деньги. А когда женщина их отдала, парню показалось, что этого мало. Соответственно, говорят, у меня больше нету. Тогда он берет утюг, заключает в сеть, раскаляет его и три раза прислоняет к хозяйке дома. Женщину он связал и бросил в подпол. Чтобы она не выбралась, поставил сверху половиц шкаф и диван. Женщине удалось освободиться только под утро. Тем временем троица отправилась в другой дом. Женщину они оставили снаружи, мужчины зашли внутрь. Схема та же. Один воровал, что есть, другой разбудил хозяйку. Женщину деньги отдала, но грабителю вновь показалось, что этого мало. Только в этот раз женщина попробовала сбежать. Парень, вооруженный монтировкой, догнал ее в сенях. Дальше последовал удар. Женщина скончалась на месте происшествия. А троица с награбленным отправилась в Михайлов. Суммарно они украли 1700 рублей и предмет обихода. После попойки убийца регион покинул. Нашли его только в прошлом году. Он вину свою не признал. Пояснил, что там не находился. Он в это время находился в другом месте. Его версия была провернута. В том числе и его подельниками. Которые были тоже вместе с ним. В окончательном варианте ему было предъявлено обвинение. Убийство с особой жестокостью. В отношении престарелой женщины. С целью скрыть иное преступление. То есть разбойное нападение. И покушение на убийство двух лиц. Так как двоих он пытался убить. Также с особой жестокостью в отношении престарелой женщины. Стали скрыть также разбойное нападение. Это касаемо первой женщины, которую он бросал в подпол. Также он хотел скрыть свое преступление. Оказалось, что до преступления парень уже был судим. Да и после отбывал наказание. Суммарно в местах лишения свободы мужчина уже побывал четыре раза. Да что и говорить. В тюрьме-то следователи его и нашли, когда проверяли федеральные базы. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» продолжает свою работу. Рязанцы давно распробовали вкус действительно качественных и свежих морепродуктов. Потому и очереди к прилавку не заканчиваются. Пчевыща, палтус, нерка, омуль, белорыбеца. Более 35 видов рыбы, холодного и горячего копчения, а также слабого посола. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежестью та отличается от этой. В общем, мобильную ярмарку рязанцы всегда ждут с нетерпением. В телевизор увидела рекламу и решила купить красное чавычев, филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала малорыбецу, палтус и чавычев. Я постоянно покупаю. Близко я на московском живу. Во-вторых, товар уже проверенный. Я знаю, что мне брать. Мне нравится. Любимейшее лакомство в нашей стране – икра. Незаменимый для средней полосы продукт. Ведь витамины, жирные кислоты, которые содержит икра, позволяют поддерживать иммунитет в холодный сезон и спасают от авитаминоза. И снова отзывы постоянных покупателей свидетельствуют, что лучшую икру приобрести можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Не только свежая, но и невероятно вкусная. Рассыпчатая и зернистая, красная икра пользуется особым спросом. Икру больше всех. Я люблю ичавычу. Икру всегда покупаю. Каждый раз их жду. Очень нравится. Покупаю уже давно-давно. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» работает, как и всегда. У торгового центра «Премьер» возле главного входа. Приобрести продукцию из Камчатки можно до 3 февраля включительно. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова